Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать в новое видео на моем ютуб канале, ну и сегодня вместе с вами давайте обсудим недавно вышедшее обновление пиков рынка в игре FK Mobile. Поговорим про то, как оно уже повлияло на изменение цен на трансменном рынке и как будет влиять в дальнейшем при подобных обновлениях. Ну а также естественно протестируем пики рынка на моем донатном и бездонатном аккаунте. Пока что откроем только максимальное количество пиков топ 500, потому что в случае с пиками топ 50 я вам чуть позже объясню, почему их сейчас наверное не столь выгодно открывать. В случае со своим бездонатным аккаунтом в игре FK Mobile я пока что дорогие друзья не могу наверное подобрать идеального тайминга для того, чтобы записать уже глобальный эпизод, где мы с вами прокачаем состав, но у нас имеется 101 общий рейтинг команды. И честно сказать я достаточно часто на своей бездонатке открывал паки к примеру за 3000 самоцветов, а также получил много игроков в событии евро, так что у меня прям с запасом накопилось жетонов ежедневного выбора для того, чтобы мы сегодня с вами в меру пооткрывали наборчики. Ну а мы же с вами пожалуй начнем именно с обсуждения цен на трансферном рынке и что с ним будет происходить дальше, ну а вы же дорогие друзья прямо сейчас не забудьте поддержать видео лайком. И кстати на свой основной донатный аккаунт я уже закинул достаточно большое количество FK поинтов для открытия, если под этим видео мы оперативно соберем ну буквально давайте полторы тысячи лайков, то на днях мы с вами залетим в магазин. Ну и откроем наверное лучшие паки, плюс к тому же обмены, которые прямо сейчас доступны в игре FK Mobile. Трансферный рынок дорогие друзья ну в принципе дал абсолютно предсказуемую реакцию, так как сейчас 97 рейтинги в большинстве своем помимо таких позиций как левые, правые и защитники начинают обесцениваться, это касается и 98, 99, ну что уж там взять если 100 рейтинги до 140 миллионов опустились, а криш в какой-то веке стоит доступное количество монет. Хотя наверное сейчас с условием того как у нас ценятся монеты в игре, 230 миллионов это те же самые 600 миллионов буквально пару недель назад. По моему мнению дорогие друзья в дальнейшем при каждом обновлении пиков рынка в игре FK Mobile цены будут падать ниже Плинтуса, потому что сами посудите, в событиях без доната мы чаще всего забираем именно непродаваемых футболистов. В наборах за самоцветы, либо за FK Point, то есть с донатом или без доната, не важно, мы тоже преимущественно получаем именно непродаваемых футболистов. Мне кажется по пальцам можно посчитать паки в магазине, которые доступны прямо сейчас и появляются в игре даже по выходным, где нам гарантированы именно продаваемые футболисты. Тем самым не сложно догадаться то, что большинство игроков скапливают в своем резерве карточки с рейтингом 96, 95, 97, а они конечно же идеально подходят для таких обменов. Это что именно касается ежедневного выбора, в котором как раз таки обменивая игроков мы получаем нужные жетоны для открытия пиков. Ну а по другому как-либо задействовать данных футболистов сейчас не получается, так как нету обменов на актуальные рейтинги в плане именно игроков. Ну а продать этих игроков на рынке ты конечно же не сможешь, потому что они априори уже изначально непродаваемые. Так что друзья делаем выводы и лично я для себя решил то, что да, окей, я буду собирать данные ежедневные обмены и копить пики именно под открытие уже после обновления. Так как есть шанс выбить рейтинг повыше. Но с точки зрения того, как же больше заработать монет с данных пиков, ну скорее всего открывать абсолютно все до лимита до обновления, ну а потом уже не торопясь в принципе докапливать свои жетоны и открывать новые пики. Таким образом выставляя игроков еще до обновления пиков, когда многие люди достигли лимита по этому открытию, ты сможешь заработать ну с продажи карточек, которые выбил чуть больше монет, потому что что сейчас происходит с рынком, ну понятно то, что все идет вниз. Впрочем друзья, всеми внутриигровыми лайфхаками я абсолютно всегда оперативно делюсь в своем телеграм канале. Также именно в моем телеграм канале вансфу 2.0 по ссылке в описании ты можешь найти абсолютно все актуальные способы заработка монет, самоцветов, а также промокоды, которые помогут тебе для прокачки состава. Даже если это какие-то бонусные обычные наборы, подписавшись на мой телеграм канал, ты самым первым можешь узнать этот промокод, ввести его и получить свою приятную награду. Ну а также на постоянной основе для своих преданных подписчиков я провожу крутейшие конкурсы, в которых можно выиграть как FK Point, так и звездные абонементы для прокачки своего состава. В общем дорогие друзья, обязательно переходите по ссылке в описании и вступайте в мое сообщество в телеграме. Там можно пообщаться со мной и моими подписчиками в ламповом чатике, узнать абсолютно все новости, лайфхаки, промокоды по игре FK Mobile, а также получить свой приз. Вернемся к моему бездонатному аккаунту и перед открытием я бы хотел сказать, что мне бы не помешали игроки в центр поля, будь то опорные полузащитники, либо центральные полузащитники. Также я бы хотел апгрейднуть Делоренцо, хоть у него и 99 рейтинг, учитывая прокачанный ранг. Но все-таки, признаться честно, эта карточка далеко не самая актуальная, хоть и деваться мне некуда его непродаваемым, я точно буду заигрывать составе до того, как не получу варианта уже с рейтингом 98 или 99, к примеру. На своем аккаунте с кумирами отдельная рубрика есть у меня на канале, обязательно смотрите, если вдруг еще не смотрели, я уже открыл два таких пика, то есть до лимита, и если честно, поймал достаточно крутых футболистов с рейтингами вплоть до 98, и прямо сейчас не удивлюсь, если будет то же самое, друзья, вот я про что я говорю. Зачем нам нужны пики рынка топ-50, если есть топ-500, которые стоят меньше, и тут выпадают подобные футболисты? Но хотя, конечно, если бы не на Танаки, то этот пик выглядел бы немножечко печально. А так, мы с вами на аккаунте без доната, считайте, что получаем одного из лучших левых защитников, и как минимум, если эта карточка не подойдет мне в состав, потому что у меня есть уже непродаваемый Гвардиол, его можно будет задорого продать на трансферном рынке. Потому что, сами посудите, эта позиция в меру эксклюзивная, так как у нас есть Куку Рейли с сотым рейтингом, да и, в принципе, игроков с похожим рейтингом, либо рейтингом даже ниже, с более-менее актуальными статами, можно посчитать по пальцам, так что да, с первого пика мы с вами гарантированно получаем 100 миллионов монет. Ну или около того, с условием комиссии, которую пока что разработчики еще не убрали. Впрочем-то, сразу, именно после такого открытия, после получения 99-го игрока, я бы вам хотел сказать про целесообразность открытия пиков в топ-50. Сотые игроки в большинстве своем сейчас стоят немногим больше, чем 99-е. В 99-х же, в свою очередь, как вы уже понимаете, дорогие друзья, можно ловить в пиках топ-500, и прямо сейчас, открыв всего лишь один пик, только лишь на своем бездонатном аккаунте, я уже это доказал. А тут уж, конечно, каждому самому решать, открывать два пика топ-500, и при этом сливать всего лишь 10 непродаваемых футболистов, в сумме, если считать обмен на 400-500 и 85-135 очков, либо же тратить 25 непродаваемых футболистов, 5 разных дней, конечно же, собирать эти обмены, потому что у них есть ежедневные лимиты, и получать, конечно же, больше шансов на выпадение 98-х и 99-х игроков, но в то же время, как их сыпят в пиках топ-50. Таким образом, я не то чтобы вас, конечно же, отговариваю открывать пики топ-50 рынка, нет, это весьма круто, тем более, если у тебя уже прокачан аккаунт, и непродаваемых футболистов некуда девать, но в первую очередь, все-таки, стоит открывать пики топ-500, и прямо сейчас у нас летит второй такой, вот в котором дроп, наверное, уже, конечно же, нас подводит, но в то же время выпал правый защитник, Фримпонг, почему-то я уверен, что он достаточно много монет стоит, ну и помимо него, наверное, в этом паке нету футболистов, которые стоят дороже, потому что опорник Маскерану, это, наверное, не особо редкая позиция, и максимум, сколько он сейчас стоит на трансферном рынке, я даже не заходя на трансферный рынок делаю такой вывод, ну, наверное, с условием даже падения цен на 97-е рейтинги, да, мол, 20 с небольшим. Ну, а Фримпонг все-таки в свое время был одним из лучших правых защитников, да и, наверное, сейчас остается им с условием характеристик, конечно же, если у тебя есть монетки на рейтинг 99, либо 100, берегая Уокера, не пожалеешь, у него самая, наверное, лучшая моделька среди правых защитников, ну и в то же время, конечно же, Фримпонг из этого пика более чем годный вариант, и стоит он на рынке, посмотри, насколько много для 97-го рейтинга. Ладно, наверное, я так все-таки прикидываю, если быть объективным, я так расхваливаю пики топ 500 рынка, потому что пока что на бездонатном аккаунте мне выпадали только одни топовые игроки, которых либо в состав поставить, либо монеток с них много заработать можно. Теперь же, дорогие друзья, давайте с вами повторим то же самое открытие, только уже на моем основном донатном аккаунте. Кстати, отдать должное именно на этот свой основной донатный аккаунт, я закинул много ФК-поинтов для открытия наборов. Не забудьте, дорогие друзья, прямо сейчас, если вдруг еще не сделали этого, поставить лайк под данным видео, чтобы как можно быстрее я записал открытие на этом аккаунте, мы откроем самые лучшие паки в магазине. Ну а пока что мы с вами забираем игрока из абонемента, это Неста с 94-м рейтингом, а также все награды за 29 уровней. Несколько уровней без доната, остальные уровни с донатом, конечно же, тут еще и ранговые маскирано, самоцветы, ФК-поинты. Также, кстати, именно на этом аккаунте я уже прикупил все еженедельные подписки на ФК-поинты. Естественно, чтобы на аккаунте были поинты как для различных рубрик, так и для глобальных открытий паков, так и для до прохождения абонемента, если я вдруг что-то не успею. Если ты также захочешь задонатить в ФК-мобайл и прикупить нужные товары себе на аккаунт по самой дешевой цене оперативно и безопасно, то мой магазин Вансфудстор, который ты найдешь по ссылке в описании к твоим услугам. Это лучший магазин по ФК-мобайл, ведь там буквально-таки в пару кликов с помощью удобного бота в Телеграме ты можешь оформить заказ и прикупить любую интересующую тебя акцию по самой низкой цене. При этом, естественно, абсолютно все заказы выполняются официальным путем через магазин игры и, конечно же, без каких-либо рисков на бантовые его аккаунты в игре. После того, как ты оплатишь заказ, скинешь чек, а также укажешь данные от своего аккаунта, буквально-таки через 10-15 минут твой заказ уже будет выполнен и ты с кайфом пооткрываешь нужные паки, либо прокачаешь свой состав. Лучший магазин, самые дешевые цены, оперативный и безопасный донат только по ссылке в описании. На моем донатном аккаунте на данный момент пока что всего лишь 102-й общий рейтинг и я понимаю, насколько это мало по сравнению с тем, что сейчас реально можно выжимать в игре в плане общего рейтинга, если максимально уже 106. Тем более, если это донатный аккаунт и некоторые карточки в моем составе, ну уж совершенно неиграбельные, так что сегодня я бы хотел так же, как и на бездонатном аккаунте, выбить каких-то центральных полузащитников, либо же нападающего. Насколько бы я не уважал Харри Кейна и насколько бы легендой, которой просто пока что не удалось выиграть трофея, я его не считал, но все-таки за него не столь комфортно играть в равной игре, тем более, если я собираюсь апать высокие кубки. На этом аккаунте, дорогие друзья, как и на бездонатном, у меня также с запасом есть жетоны, порядка 2600, так что погнали, откроем первый пик за 1200 жетонов. Ну и надеюсь, хотя бы на рейтинг 98 в первом пике, но знаете, очень много интересных карточек, возможно, даже тот же самый Мухаммед Салак сейчас много на рынке стоит. Как минимум, также еще Хавьер Занетти недавно на рынке очень ценился, я его хотел прикупить на свой бездонатный аккаунт, потом подибая то, что его карточка стоит порядка 60 лямов, и это за 97 рейтинг, ну не очень круто. По крайней мере, если рассматривать целесообразность и выгоду покупки. И, дорогие друзья, прямо сейчас я зашел на трансферный рынок и, наверное, удивился, потому что снова среди, казалось бы, карточек, которые, ну по большей степени стоят сейчас около 30 миллионов, если не считать карточки очень популярных футболистов, которые и без обновлений рынка всегда будут в топе по цене за свой рейтинг, нам выпал Мухаммед Салак, который стоит порядка 40 миллионов монет и активно продается на рынке, так что мы 100% забираем именно футболисты из Египта, и я снова повторюсь, то, что пики топ 500 очень радуют. Единственное вот жалко, на самом деле, дорогие друзья, то, что eSports после недавних обновлений сделали все-таки лимит в 2 открытия пиков на одно обновление, а не 5, как это было раньше. Хотя, с другой стороны, я понимаю, если бы лимит был именно в 5 открытий, то рынок бы проседал еще больше, и если учитывать то, что люди готовятся к новым обновлениям, они бы сразу накапливали жетоны, около 6 тысяч, тратили их не на пик топ 50, а именно на пике топ 500, и таким образом, ну я не знаю, наверное, сейчас некоторые 97-е карточки уже не за 20, там с небольшим миллионов продавались, а еще дешевле. А так мы получаем Мухаммеда Салаха, его карточка из почетных упоминаний, дорогие друзья, я бы назвал все-таки в меру эксклюзивная, потому что в свое время, я помню, 97-е рейтинги были самыми максимальными в игре, и как раз-таки Салах был лучшим правым вингером, наряду с тем же самым Лионелем Месси. И прямо сейчас я бы не сказал прям так, посмотрев на его характеристики, то, что что-то прям сильно изменилось. Да, добавление 99-х сотых рейтингов, но в любом случае будет очень интересно на одном из стримов, к примеру, его протестировать. Пока что, друзья, 3 открытых пиков из 3, меня, если честно, очень сильно обрадовали. Но пока что именно по дропу и по стоимости тех игроков, которых мы выловили, впереди без донатный аккаунт. Это удивительно, на самом деле я думаю, то, что разработчики должны завозить на том аккаунте, на котором я много поинтов закидываю, окей. В этом пике мы уж точно возьмем Буну, но с другой стороны, да, пик на самом деле ужасный, если так посмотреть на остальных игроков. 94-й, 95-й рейтинги тут сейчас вообще по всей логике выпадать-то не должны, если выпадают, то очень редко. Но все это я, наверное, клоню к тому, что вратари на трансферном рынке сейчас и даже раньше сценились, наверное, больше всех полевых футболистов. И давайте посмотрим, сколько стоит тот же самый Буну. Ну, слушайте, мне кажется, это просто мечта, а не пики, потому что с двух пиков мы получаем игроков суммарно на 100 миллионов монет. Ну, там комиссия, возможно, 5 миллионов нам собьет, но это не столь важно. А реально очень годный, по сравнению с 97-м игроком, который у нас еще был в этом пике, это Нунис 97-й падающий из Ругвая Буну, стоит, ну, раза в 2,5 дороже. Конечно, в основной состав на этом аккаунте я его не поставлю, потому что у меня есть 99-й Миньян, его карточка непродаваемая, но, как минимум, дорогие друзья, мы с вами увеличили бюджет для следующих сборок, мы целых 100 миллионов, при этом я ни одну тысячу поинтов не потратил на это, что очень удивительно. В общем, такой щедрости от разработчиков я, наверное, еще не видел. Если вы вдруг еще не совершили обмены, то есть не сливали своих 96-х и 93-х непродаваемых футболистов, я бы вам все-таки в первую очередь, если решитесь это делать, рекомендовал бы сливать свои жетоны именно на открытие пиков топ-500. Почему? Объяснял по ходу этого видеоролика, а также показывал по дропу. И да, повторюсь, набор топ-50, он, в принципе, достаточно годный, ничего против я него сказать не могу, конечно же, и донатеры в любом случае откроют такой пик, потому что им некуда будет девать своих непродаваемых футболистов, но для тех пользователей, у кого бюджет поменьше, либо же кто вообще не донатит, самое полезное это открытие пиков топ-500. Выпадают рейтинговые футболисты, возможно, футболисты на нужные позиции, либо просто футболисты, которых можно будет продать за хорошую стоимость, ну а также с условием того, сколько непродаваемых наград мы с вами постепенно забираем во всех событиях, что в событии евро мы обогащаем свой резерв такими непродаваемыми карточками, чуть-чуть отыгрывая в события, что тот же самый ивент зал легенд нам тоже помогает, мне кажется, у любого игрока без доната, ну хотя бы насобирается игроков на обмен на 2400 подобных жетонов. Вам же, дорогие друзья, я говорю огромное спасибо за просмотр данного видеоролика, надеюсь, подобный, более разговорный и более легкий для меня формат, вам понравилось смотреть. Ну и еще раз напомню то, что именно в моем телеграм-канале по ссылке в описании ты можешь узнать все самые свежие, актуальные новости по игре FK Mobile, также лайфхаки, новые промокоды, ну и поучаствовать в конкурсе, в котором очень много шансов на победу и выиграть себе на аккаунт тот же самый абонемент, либо FK-поинты для открытия наборов, которые помогут тебе увеличить резерв и даже вследствие открыть набор топ-500 или топ-50 рынка. Дорогие друзья, желаю вам отличного настроения, прекрасно провести этот летний день и получить как можно больше положительных эмоций. До скорых встреч на моем YouTube-канале.